Я проведёте 8 рублей, деньги немалые, можно хорошую шубу собрать, хоть не дублённая всё шуба, а то вон прошлую зиму как бились-то без шубы, ни на речку выйти, никуда, а то вон пошёл со двора, всё на себя надел, мне и одеть-то ничего, не рано пошёл, пора бы ему. А уж не загуляла ли ты с Колькома? Что ж, Матрёна, собери ужинать что ли? Садись, брат, ужинать станем. Что ж, Аля не варила? Варила, да не про тебя, ты, я вижу, он и ум-то свой пропил, пошёл за шубой, а без кафтана пришёл, да ещё он бродягу-гого с собой привёл. Нет у меня права с пьяниц ужина. Будет, Матрёна, чтоб бестолкутый языком стрекотать. Ты спроси прежде, какой человек? Сказывай, лучше деньги куда девал. Деньги, вот они. А Трифонов не отдал, завтра посулился. Нет у меня ужина. Всех пьяниц... Матрёна, подержи язык-то, прежде послушай, что говорят. Наслушаешься ума от пьяного дурака. Недаром не хотела за тебя пьяницу замуж идти, матушка холсты дала. Матрёна... Пропил. Пошёл за шубой. Пропил. А ну, давай-ка сюда, кафтан мой. Один был и тот на себя напёр. Пёс конопатый. Матрёна... Острел тебя расшиви, снимай, говорю. Какой добрый человек-то голым-то не был. Да я сказываю тебе. Иду. У дороги сидит этот раздемший. Застыл совсем. Не лето, видно, ешом-то. Нанёс меня на него Бог. А то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли, какие дела бывают. Взял, одел и привёл сюда. Утеши ты своё сердце. Грех, Матрёна. Помирать будем. Матрёна, а ли в тебе Бога нет? Хлебаете, что ли? Хлебаете, что ли? Матрёна. 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 Как-то, видно, хорошее. Да вот что не сказываете про себя? Должно нельзя. Сём. А? Мы-то даём. А нам что ж никто не даёт-то? Ничего ж на свете мне не надо. День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живёт Михайло по-прежнему у Семёна. Работает. И прошла про Семёнова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьёт, как Семёнов работник Михайло. И стали из-за круги к Семёну за сапогами ездить? И стал у Семёна достаток прибавляться. Только вот чудным казался хозяевам их постоялец. На улицу не ходить, не говорить лишнего, не шутить, не смеётся. Боже мой, мы его только схоронили. Дерево в лесу убили. Нет ни сестры, ни тётки, ни бабки. Некому моих сирот взрастить. Не бери ты, мою душеньку. Сём, не как вазок барский подъехал. Неужто к нам идёте? Кто хозяин сапожник? Я ваше степенство. Эй, Федька, подай сюда товар. Развяжи. Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар? Вижу, ваше благородие. Да ты понимаешь, какой это товар? Товар хороший. То-то хороший. Да ты, дурак, такого товара и не видал, поди. Немецкий товар. 20 рублей плачено. Где же нам видать? Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить? Можно, ваше степенство. То-то можно? Ты понимаешь, на кого шьёшь? Из какого товара? Такие сапоги мне шесть, чтобы год носились. Не кривились, не поролись. Можешь, бери, режь товар. А не можешь, не бери и не режь товару. Я тебе наперёд говорю. Распорятся, скривятся сапоги раньше году. Я тебя во строк посажу. А не скривятся, не распорятся до года. Я за работу 10 рублей дам. Брать, что ли? Снимай мерку. Смотри, голенища не обуйся. А это кто же у тебя? А это самый мой мастер. Он и шить будет. Смотри же, помни. Так шеи, чтобы год проносились. Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы их сроку готовы были. Как раз поспеют. Шея, дурак, зубы скал.